Привет! С вами тележурнал «Страна Советов». И как всегда, все самое интересное, полезное, стильное и модное на страницах нашего глянца вы сможете найти. Итак, мы начинаем. Смотрите сегодня в нашей программе. Сказочные рецепты. Окунемся в мир восточной кухни. Посмотри на мир по-новому через современные окна. Выбери лучшее. Звезды зажигают или отдых за 3,5 миллиона евро. Из рыжей бестии в черную пантеру. Меняй свой стиль с помощью реалити-шоу «Большая перемена». Все о спорте, здоровый образ жизни и правильное стережение. Идем в кино. Выбор «Страны Советов». Корейская кухня насчитывает около 600 рецептов. Многие из них очень древние и на их приготовление уходит огромное количество времени. Мы же за то, чтобы экономить то самое драгоценное время и научим вас всего лишь за 5 минут готовить фунчозу по-корейски. Сегодня в нашей кулинарной книге рецепт, уже полюбившийся многими гурманами, вкуснейшего блюда азиатской кухни – пикантная фунчоза. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты. Рисовая лапша, говядина, растительное масло, лук, перец, огурец, морковь, чеснок, соевый соус, зелень, приправы. Начинаем приготовление с мяса. Моем говядину по строй воды и нарезаем тонкой соломкой. Обжариваем в кипящем масле. Одинаковые кусочки будут равномерно прожариваться и быстрее приготовиться. Чтобы мясо было не сухим, а сочным, добавляем полукольца репчатого лука. Подсаливаем и доводим до готовности на маленьком огне. Трем морковь на средней терке. Добавляем соль и приминаем, чтобы она дала сок. Нарезаем тонкими полосками перец и трем огурец. Наши составляющие готовы. Приступаем к приготовлению кунчозы. Кидаем ее в кипящую воду и постоянно помешиваем, чтобы она не прилипла. Три минуты и кунчоза готова. Сливаем и тщательно промываем под холодной водой. Главный совет – дать рисовой лапше хорошо стечь, иначе салат будет вязким. Нарезаем ее, чтобы было удобно есть, и выкладываем в блюдо. Поверх кунчозы помещаем мясо с луком, морковь, перец, чеснок, приправы, зелень, растительное масло и каплю соевого соуса. Добавляем тертый огурец. Красивая и вкусная кунчоза готова. Приятного аппетита! Уже давно неотъемлемой частью ремонта стали новые окна. Разновидностей очень много, но по-прежнему пластиковые остаются самыми популярными. Они занимают 75% оконного рынка. Долговечные, экологически безопасные, простые в уходе и применении. Что может быть лучше? Выбрасывайте свои старые рамы и переходите на новые. А мы вам в этом поможем. Каждый владелец своей квартиры хочет одного и того же. Чистоты и уюта в своем доме. Чтобы не занимал уличный шум, сквозняки, пыль и копоть с улицы. И лучшим, если не единственным способом решения этих проблем, является установка пластиковых окон. Очень часто выбор пластикового окна превращается в головную боль. Для того, чтобы упростить процесс, в первую очередь стоит обратить внимание на профессионализм работников, объем предоставляемых услуг и качество монтажных работ при установке окон. Приобретая новые окна, мы хотим быть уверены, что не зря потратили деньги и претерпели неудобства, связанные с заменой старых окон. Ведь демонтаж влечет за собой много бытовых проблем. На что же следует обратить внимание при заказе окон? Как сделать, чтобы не пришлось жалеть потраченное время и деньги? Доверие пластиковые окна получили благодаря своим неоспоримым преимуществам перед другими типами окон. Вот пять аргументов, почему стеклопакет должен украшать именно ваш дом. Первый аргумент – прочная и герметичная конструкция пластиковых окон может выдержать непредсказуемость нашей погоды и постоянные перепады давления. Второй аргумент – шумоизоляция. Большинство людей, которые устанавливают стеклопакет, забывают про надоедливый и раздражающий шум городских улиц. Третий аргумент – это быстрая и легкая установка. Несколько часов и новое окно – часть вашего дома. Четвертый аргумент – долговечность. По результатам проведенных исследований выяснилось, что окна могут прослужить более 40 лет. Пятый аргумент – красота и эстетичность стеклопакетов всегда будут радовать вас. С пластиковыми окнами вам не придется задумываться о покраске рам или замене стекла. Благодаря тому, что они изготовлены из специального, невыгорающего материала, пластиковые окна не меняют своего цвета на протяжении многих лет. Большинство людей, у которых есть свой дом, хотят видеть его необычным, не похожим на дома соседей. Поэтому и выбирают окна нестандартных форм. Обратите внимание, вот на крыше дома треугольные, нестандартные окна тоже сделала наша фирма за два рабочих дня. И это не составило труда, как бы из-за того, что нестандартные. И мы не только занимаемся установками окон, делаем и фасады, вот как вы видите, и кровлей занимаемся. Делаем ремонт квартир, комнат, помещений, вот обратите внимание. Здесь вот окна установили, тоже нестандартные, это глухие. Здесь вот открывающееся окно, оно откидывается. Можете посмотреть. Самый простой ремонт по времени 10-15 дней. Туда входит выровнять стены, выровнять потолок, приклеить обои, покрасить потолок, приклеить лентуса, багеты и пол постелить, чем захочет клиент. Правда, большой спектр работ предоставляет строительная фирма «Широкий профиль». Все виды отделочных работ, ремонт фасадов, укладка ритуарной плиткой по приемлемым ценам. Скидки у нас пенсионерам, инвалидам скидки. Мы даем в кредит, рассматриваем рассрочку, разговариваем с людьми, входим в положение и рассмотрим все варианты. Глухое или откидное решать вам, но все же прислушайтесь к мнению профессионалов. В строительной компании «Широкий профиль» плохого окна не посоветуют. Помните, скупой платит дважды, не гонитесь за низкой ценой, главное – качество. А дешевые окна вас должны насторожить. «Широкий профиль» – Советский проспект 16, офис 413, ориентир – здание миллиоратора. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону, который видите на своих экранах. Совсем недавно американская певица Леди Гага заявила, что собирается приобрести виллу на острове Крит в Греции за 3,5 миллиона евро. До такой степени она была поражена отдыхом там и греками. А вот Анастасия Заворотнюк предпочитает загорать на Кубе. Сколько стоит отдохнуть сегодня за границей и где проводят свое время знаменитости, выяснял Денис Саландин. Лето – долгожданная пора у каждого человека. Ведь у большинства наступает отпуск. Понежиться на берегу удоема, поесть экзотические фрукты и просто отдохнуть, когда все включено. Не исключение и звезды шоу-бизнеса. Последнее время очень популярны Объединенные Арабские Эмираты. Курорт номер один – это Дубай. Сейчас там под солнышком нежится певица Валерия и Иосиф Пригожин. Маврики также считается одним из самых известных курортов. Здесь предпочитали отдыхать Николай Басков с Оксаной Федоровой и Кристина Арбакайте. Французский полинезейский остров Бора-Бора находится рядом с Таити. Здесь нередко можно встретить Шарлиз Стерон, Шерен Стоун, Николь Кидман и экс-Виагру Светлану Лобода. Многие звезды Голливуда выбрали для себя отдых в Греции. Кэтрин Зетта Джонс, Майкл Дугл с детьми, Курт Рассел, Голди Хоум. Колумбийская певица Шакира вместе со своим бойфрендом, он же футболист Барселоны, Жерар Пике. Все они отдыхом остались довольны. В отличие от западных звезд, у большинства представителей нашего шоу-биза лето, рабочая пора. И об отдыхе стоит только мечтать. Каждый раз, когда я об этом говорю, у меня мурашки под тело бегут. Это невероятное ощущение. У телеведущей Ольги Бузовой достаточно плотный гастрольный график. Съемки в реалити, спектакли, запись песен. И на отдых практически не остается времени. Та же ситуация и у популярной певицы Нюши. Гастроли уже расписаны даже на лето, поэтому не знаю, удастся ли мне сейчас в ближайшее время отдохнуть. Но я имею в виду ближайшее время это лето. Поэтому, наверное, будут какие-то выезды, гастроли на море. Вот там буду пытаться. Для того, чтобы отдохнуть как звезда, а если повезет встретить в отпуске знаменитость, необходимо выбрать правильный курорт и при себе иметь достаточно денег. Вот список знаменитых мест отдыха и их минимальная стоимость на сегодняшний день. Конец июля. Вылет из Москвы. Отель. Три звезды на двоих. Таиланд. 44 тысячи рублей. Бали. 90 тысяч. Канарские острова. 54 тысячи без визы. Не уходите далеко от экранов телевизора. Буквально на несколько минут мы прервемся, ну а далее, конечно же, продолжим. Сразу после рекламы вы увидите. Из рыжей бестии в черную пантеру, меняя свой стиль с помощью реалити-шоу «Большая перемена». Все о спорте, здоровый образ жизни и правильное сражение. Идем в кино. Выбор страны советов. Девушки бывают разные. Черные, белые, красные, рыжие, натуральные и крашеные. И нет ничего плохого в том, что вам захочется перейти из одной категории в другую. Например, перекраситься из темпераментного черного в милый блонд. Главное, чтобы вам это шло, как и героиня нашей следующей рубрики. «Большая перемена» в эфире Первого городского. Елена 23 года. Тихий, маленький, хоть и самый европейский город России, исчерпал себя для нее. Перспективы, открывающиеся в мегаполисе, привлекают ее больше. Привет. Меня зовут Елена. Мне предложили работу в Москве. И вот я решила поменять с помощью вашей программы имидж и покорить столицу. Пока стилисты студии Марины Глаголевой колдуют над образом Елены, наша героиня даже не догадывается, какой станет через некоторое время. Натурально рыжие волосы в сочетании с бледной кожей и зелеными глазами – это образ идеальной роковой красотки. Но наша героиня, обладая всем вышеперечисленным, совершенно не является таковой. Будем это исправлять. Поменяем цвет волос. Придадим форму и цвет бровям. Нанесем макияж. Идеальный тон для лица, яркие брови и выразительные глаза – то, что необходимо вам для идеального мейкапа. Сейчас Елена увидит себя впервые после «Большой перемены». Офигеть! У меня мои волосы! Спасибо, Натуре! Макия, нельзя! Спасибо большое перемене! В принципе, вы осуществили то, что я и просила. Вы меня кардинально поменяли. Стать с нужной ноги, далее пробежка, зарядка, контрастный душ или вы предпочитаете бассейн. В общем-то, если с завидным постоянством заниматься спортом, то ваш организм будет просто обречен на здоровье. А наш следующий сюжет как раз об этом – как правильно выбрать нужный вид спорта и снаряжение к нему. В здоровом теле – здоровый дух. Заниматься спортом в последнее время не только полезно, но и модно. А чтобы присоединиться к бесчисленному множеству экстремальных велосипедистов, скейтеров и роллеров, нужно только приобрести необходимое снаряжение. За ним-то этим утром и отправился Енис Шаповалов. И вот заветный спортивный магазин. Но что же выбрать из этого многообразия спортивного инвентаря? Ролики, велосипеды, лыжи, борды, походные рюкзаки, палатки, туристское снаряжение, коньки, скальные тапочки, крепления. Как подобрать необходимое и чем заняться? Одних только роликов существует около девяти видов. Для отдыха, фитнеса, слалома, фрискейтинга, скоростные, агрессивные, детские, женские. Традиционно российские роллеры разбились на два идеологических лагеря – это фитнесы и агрессивы. Не забудьте еще одну вещь. Если вы человек активный и обладаете хоть какими-нибудь спортивными навыками, страна советов рекомендует вам сразу присматриваться к качественным фитнесам или роликам для слалома и фрискейта. Когда появился первый серийный велосипед более 150 лет назад, людей еще не мучил вопрос, как его выбрать. Но сегодня дело обстоит иначе, и мы возьмем на себя смелость дать вам совет. Катание на велосипеде приносит нашему организму огромную пользу. Во время велосипедной прогулки укрепляются мышцы ног и повышается их выносливость. Улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, как следствие оздоровления всего организма. Новичкам лучше приобретать так называемый городской велосипед. В преддверии вот наступающего сезона, да, летнего, мы порекомендовали людям заниматься все-таки велоспортом, потому что это полезно для здоровья, человек находится не в душном офисе или на работе, а человек спокойно на природе катается в свое удовольствие. Один из главных атрибутов настоящего похода – это палатка. Промышленностью они выпускаются для различных видов путешествий. Исходя из местного климата и того, что, скорее всего, вы не будете ночевать на снегу, лучше выбирать палатки для среднегорья или равнин. А купить ее лучше в магазине «Экстрим К2». Здесь самые доступные цены. Если человек едет, скажем, на один день куда-нибудь, либо на море, либо отдохнуть, мы бы порекомендовали покупать палатку не сильно громоздкую, то есть килограмм, получается, килограмм 800 грамм, ну такая, в пределах 1600-1600 рублей. Альпинизм – это своеобразная религия. Если вы из тех, кто в нее вовлечен, добро пожаловать в «Экстрим К2». Это единственный в городе магазин с альпинизским и скальным железом. Карабины, каски, спусковые и страховочные устройства, кошки, ледорубы, молотки, крючья. Что немаловажно, все снаряжение здесь отвечает стандартам безопасности. Высокая популярность горнолыжного отдыха заставляет нас вспомнить народную пословицу и готовить лыжи летом, тем более, что это выгодно. В магазине «Экстрим К2» скидки практически на весь ассортимент лыж марки «Фишер». И сейчас, на данный момент, в нашем магазине проходят акции. То есть, лыжи можно купить по очень замечательной цене, скидки до 50%. Есть уже даже готовые комплекты. То есть, лыжи с креплениями, с ботинками, палками обойдутся всего лишь в 13 500 рублей. Но если вы все-таки не чувствуете в себе сил для активного занятия спортом, в магазине «Экстрим К2» вы можете найти шапочку для плавания, набор посуды для выездов на природу или гантельки для домашнего использования. Физическая культура должна сопровождать человека с самого рождения. И поскольку она оказывает оздоровительный и профилактический эффект, что чрезвычайно важно в любом возрасте, магазин «Экстрим К2» – лучший в этом помощник. Здесь вы найдете любое снаряжение, аксессуары для активного отдыха и спорта. Магазин «Экстрим К2», торговый центр «Кловер», второй этаж. Представляем вашему вниманию лучшие премьеры месяца. Чтобы вы не потратили время зря, посмотрите следующую рубрику, ведь в ней самый честный рассказ о кино. Уютный и знакомый каждому калининградцу кинотеатр «Заря» предлагает только лучшие киношедевры. В первом кинозале долгожданная премьера последнего на этот раз «Гарри Поттера». Десять лет назад маглы всего мира впервые увидели экранное воплощение мальчика, который выжил. Это было рискованное предприятие, так как к тому моменту лишь три книги о «Гарри Поттере» увидели свет. И несмотря на всю их популярность, было неизвестно, чем вся история закончится. И вот теперь она завершилась окончательно и бесповоротно. Здесь больше не показывают милых фокусов с превращениями зверушек в предметы. Магия стала исключительно инструментом выживания. Дары смерти 2 запомнятся всем без исключения. Просто потому, что это последний «Гарри Поттер». К сожалению, как гласит основной девиз фильма, все закончилось. Но разве кто-то будет против, если через несколько лет Джоан Роулинг вдруг объявит, что история юного волшебника еще не завершена? Отправляемся в кинозал «Артишок». А здесь, как всегда, что-то интересное и оригинальное. А именно, французская драма «Мой идол». Продюсер звездного телевизионного шоу – высокомерный и заночевый Жан Луиев держит своего молодого сотрудника Бастиена в черном теле. Но Бастиена не думает обижаться, ведь его начальник – его идол, символ настоящего успеха и пример для подражания. И однажды мечта Бастиена сбывается. Босс приглашает его провести уикенд на своей роскошной загородной вилле и поработать над концепцией нового оригинального телепроекта. На бумаге все выглядит очень гладко. Бастиен сам будет вести свое шоу, и ему обещаны золотые горы. Но на самом деле Жан Луи приготовил немало сюрпризов. С вами был тележурнал «Страна советов» и я, Виолетта. Напомню, что свежий выпуск программы выходит каждый вторник и четверг в 20.00. Не пропустите. Ну а если вы хотите стать героиней рубрики «Большая перемена», присылайте истории о себе и фотографии на электронный адрес, который вы видите на своих экранах. И мы обещаем, что уже завтра мы изменим тебя. Ну а я прощаюсь с вами. До скорого. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»